Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии меди. Собственно, как и всегда, мы вместе разбираем основные события на финансовых рынках, смотрим за тем, как они влияют на ключевые валютные пары, на ряд фондовых активов, которые иногда попадают в поле нашего зрения, если там совсем интересная динамика. Наблюдаем и анализируем то, что происходит также на рынке черного золота, и отдельной темой у нас всегда выступает рубль, которых, я знаю, многих интересует, что происходит с этой валютой, и даже не только в порядке спекуляций на финансовых рынках, но и через элементарные физические покупки именно валюты против рубля. Друзья, мы продолжаем собственно двигаться вперед по хронологии текущей недели. Мы ориентируемся изначально на самое важное событие не только, я думаю, что эта неделя для рынка нефти – это заседание ОПЕК. Оно пойдет уже в пятницу, точнее, начнется в четверг. Итоги будут подведены на закрытие недели. Для рынка нефти это самое важное в плане фундамента, что сейчас можно найти, и многие, опять же, называют это событие перелом для дальнейшей динамики нефти, потому что это не просто очередная встреча представителей стран ОПЕК+, то есть встреча в рамках энергетического факта. Это встреча, на которой с большой долей вероятности будут озвучены конкретные решения, предполагающие, скорее всего, увеличение квота индивидуальной добычи для тех стран, которые в конце 2016 года согласились снизить производство нефти для того, чтобы решить проблему с перепроизводством с крайним избытком запасов, который был зафиксирован на тот период. Сейчас, по прошествии уже двух лет, эта проблема решена. Мы видим, что в последние недели перед заседанием ОПЕК очень сильно росла вероятность как раз вот этих изменений, потому что ряд стран, в принципе, уже даже не дожидаются фактических встреч в рамках вот этого заседания. В прошлом месяце стали открыто, не стесняясь, нарушаясь обязательства по дневному производству, увеличив объемы добычи и тем самым намекнув, мягко говоря, рынку о том, что соглашение, редакция будет меняться. Нет уже какой-то особой необходимости либо сакрального смысла, чтобы соблюдать эту сделку дальше. Вчерашняя торговая сессия для рынка нефти была восстановительной. Вы это прекрасно видели. ОПЕК снова вернулись 75 долларов за артным баром, сейчас 74,85. То, что волатильность будет существенной и настроения будут меняться, я вам говорил, рынок не сможет двигаться в одном направлении, да и в принципе, рынок не может двигаться в одном направлении. Постоянный переход и инициатив от продавцов к покупателям – это нормально. И особенно нормально, что малейшее изменение новостного фона провоцирует резкий интерес либо к покупкам, либо продажам. Сейчас, когда мы с вами ждем столь важное событие. В частности, помимо того, что трейдеры продолжают ждать вот это событие, о котором мы с вами много уже говорили, сейчас в отказе настроения влияет факт эскалации напряженности торговых отношений, ключевое слово, конечно же, торговых между США и Китаем. Очень много сейчас можно услышать мнений, позиций о том, как вот эта конфронтация, в конце концов, перерастет полноценный торговый хаос, полноценную торговую войну, которая будет угрожать потери импульса роста для всей мировой экономики и снижением экономического восстановления. Я думаю, что так далеко вперед пока забегать не стоит, потому что мы уже не раз были на грани вот обозначения реализованной вероятности того, что торговая война наступила. Тем не менее, те стороны страны, которые фигурировали в этом в основном, в конце концов, садились за стол переговоров, находили общий язык и ситуация смельчалась. Я допускаю, что, похоже, может произойти, друзья, и сейчас, потому что все же мы прекрасно понимаем, что у кого-то, либо у США, либо у Китая, ну, должны быть точно тормоза. Я больше считаю, что даже эта экономика поднебесная и делаю ставку им на их прагматизм. Ну, сейчас пока нет новых вводных о том, что есть признаки для деэскалации напряженности. Многие трейдеры с большой охотой отыгрывают максимальный негатив. И вот, кстати, если мы вернемся к вопросу новых импортных пошлин, то вы помните, в США в адрес Китая определили перечень импортных товаров, в общем, объемом 50 миллиардов. У них стали распространяться эти импортные пошлины. Пекин, в свою очередь, выступил с ответными мерами тоже большой перечень американских товаров. Ну, сейчас даже вынашивается план в том, чтобы ввести импортные пошлины на поставку нефти из США. Кто-то считает, что именно вот этот вот новостной комментарий и возможность таких действий стала причиной вчерашнего ралли. Ну, я не знаю, какую логику здесь можно использовать, чтобы оправдать восстановление, исходя из этих комментариев. Поэтому не будем засыпиваться на них просто. Я вам обозначил, что есть такая возможность. Но пока не стоит копать совсем уж и глубоко в этом направлении. И если вы поддерживаете немножечко мой оптимизм в этом плане, в плане того, что все же ситуация должна отчасти разрешиться, то тогда и вовсе нужно искать себе больше позитива на рынке. Распродажи, которые мы видели в пятницу, были основаны на все же уже абсолютно оправданных и обоснованных ожиданиях того, что плоды по добыче будут подняты в эту пятницу. Кто-то скажет, что не факт, потому что также появились сообщения о том, что ряд стран Ирак, Иран и Венесуэла могут воспользоваться правом ветра и наложить запрет на вот эти решения, которые будут предполагать изменения текущих договоренностей, уж тем более увеличения добычи. Не стоит тоже засыпиваться на этом, друзья, при всем уважении к этим странам, их мнение ничего не значит. Есть лидеры мнения, Саудовская Аравия и Россия, они уже четко дали понять не только в формате когда-то кулуарных переговоров, слухов, которые после этого появились на рынке, они четко дали понять уже текущими объемами добычи. Я приводил вам статистику со ссылкой на «Остри Джорнл», я приводил вам статистику со ссылкой на данный интерфакс. Добыча нефти в Саудовской Аравии и в России увеличилась и будет дальше расти. Если мы посмотрим еще на штаты, сколько нефти добывается там, завтра, кстати, обновленная статистика, ну, уверен, что там уже будет около 11 млн баррелей в сутки. Вчера вышел прогноз администрации аналитическая информация, в соответствии с которым в июле месяце производство нефти на семи основных шеств на сражениях штатов вырастет еще на 141 тысячу. То есть фактически, друзья, мы можем завершить с вами летний сезон, завершить август с пониманием того, что на рынке новый основной евро. Штатам остается 200 тысяч баррелей для того, чтобы догнать Россию по совокупному производству, они реально могут это сделать. Если ОПЕК не хочет лишиться еще большей доли рынка, им нужно действовать. И я надеюсь, что в эту пятницу в соответствии с ожиданиями, в соответствии с тем, что было обозначено и Россия, и Саудовская Аравия, изменят текущие договоренности, опустят вопрос, который связан с продлением сделки за пределы 2018 года, и после резких движений они обязательно последуют в разных стороны, рынок в конце концов постабилизируется, и мы получим уже спустя эту неделю, в понедельник, когда мы вернемся к обсуждению событий на финансовых рынках, получим вот эту долгожданную возможность говорить о том, что на рынке черного золота есть причина, по которой мы можем эти активы продавать. Рубль 63.45, не будем особенно останавливаться на этой валютной аквари, цели ясны, эти цели практически уже реализованы, 54.65, я считаю, что при таком векторе девальвации рубль может оказаться в районе 65, чуть ли не там, в ближайшие полторы-две недели, почему бы и нет. Доллар японская иена, к сожалению, мы недооценили влияние фона, который связан с торговым противостоянием между США и Китаем. Почему-то в этом факте уже случившейся конфронтации многие видят причину для такого оголтелого спроса на защитные активы. Ну, логика здесь, конечно же, понятна. Но я не думаю, что это настолько мощный предлог, потому что тема все-таки не новая и сбитая. То, что штаты будут склонны и дальше к профессионистской политикой, мы об этом знали очень давно. Я, друзья, все же рекомендую вам сейчас, безусловно, как и всегда, держать руку на пульсе, контролировать риски. Если вы по какой-то причине, ну уж не знаю, может быть, обладаете большей информацией, поверите, что торговое противостояние это практически начало торговой войны и в ближайшие годы все будет совсем плохо, все будет исключительно в черных мрачных тонах, то, конечно, вам нужно заряжать свои депозиты на покупку защитных активов. Я считаю, что стакан наполовину полон, поэтому жду все же разрешения вот этого новостного фона в сторону оптимистов и достаточно, скажем, чтобы новостной фон улучшился отдельным, небольшим, коротким комментарием со стороны администрации Трампа, даже не о том, что это решение, которое носит, скажем, отзывной характер, а о том, что США, то есть если это будет элементарий со ссылкой на администрацию Трампа, то есть то, что мы готовы сесть к соску переговоров и сразу же настроение изменится и мы снова вернемся с вами к потенциалу роста доллара. Пока что из-за того, что происходит в плане напряженных отношений США и Китаем, конечно же снижаются доходности американских облигаций, десятилетки 2,9%. При таких ценах на американском долговом рынке, при такой стоимости и доходности нет шансов у доллара снова выйти вперед, поэтому доллар снова у нас в режиме ожидания. Я буду, пожалуй, рекомендовать вам наращивать покупки только после того, как пара доллара японской иены вернется выше отметки 110.40. Пока что, друзья, давайте следить за событием, как участники рынка будут дальше отыгрывать любые события, которые связаны с торговым конфликтом. Евро против доллара. Вчера мы с вами ждали выступления Драги. Оно состоялось, никаких резких движений не последовало, потому что ничего нового мы не узнали. Да и вообще комментариев, которые были посвящены денежно-кредитной политике, было не так уж и много, но, с другой стороны, нужны они были нам, потому что в прошлый четверг мы уже с вами получили все, что нам нужно было и услышали то, что хотели. Экономика евро-зона нуждается в экономических стимулах. Да, программа количественного смягчения будет постепенно сходить на нет. До конца этого года она в целом еще актуальна. Однако, что касается повышения процентной ставки, то, как вы помните, был комментарий о том, что в середине года, собственно, к этому вопросу вернуться. Кто-то вот, опять же, из тех, с кем я обсуждал, ориентируется на летний сезон, в следующий 19-й год, там июль, август. Я хочу сказать, друзья, забудьте об этом, потому что, если мы будем ориентироваться на летний сезон, там седаний, собственно, значимых и не будет вообще. Поэтому, если вам нужна конкретная дата, когда ставки могут быть повышены, это, в лучшем случае, не раньше сентября-октября 2019 года. Времени еще очень много. Если евро-зона даст ослабину, что вполне возможно, учитывая, скажем, актуальные вопросы, касающиеся политического кризиса, не успела еще Гуляна Шумиха вокруг Италии, как партия Меркель и Германии в центре политического скандала. Кстати, недавно совсем политический скандал, который произошел в Испании, в отношениях Рохоя, привел к голосованию референдуму от Умени-Дайвини. Вы знаете, правительство сменили. Конечно же, ситуация с Германией совершенно другая, и в Меркель это не Рохоя, но евро-зона это все же страна, которая характеризуется явным демократическим обществом и очень сильной оппозицией. Поэтому, если этот новостной фон и всю эту ситуацию развернуться немножечко под другим углом, то, возможно, мы будем использовать такие термины, как вот недоверие даже в адрес канцлера Германии Ангела Меркель. По еврозоне ничего положительного, позитивного сказать не могу, друзья. Рекомендую сделку в целом с отметки 1,1660, потому что по-прежнему вижу потенциал снижения пары в районе 1,15. Доллар канадец 1,3233. Вот уж кто активно отыгрывает ту сторону, в которую нужны риски, связанные с торговым противостоянием США и Китая. Мы в одном шаге, в том смысле, от долгосрочной цели 1,333, друзья. Не хочется, конечно же, говорить глуп, потому что мы не добрались еще до этого ориентира, и канадец крайне галатильный инструмент, даже если он сейчас прольется на 150 пунктов, это ни у кого не вызывает вопросов, но не хотелось бы. Нужно, чтобы мы добрались сначала до уровня 1,333. Почему мы продаем канадца? Потому что видим потенциал для снижения нефти, видим потенциал для роста доллара, видим, насколько сейчас туманны перспективы расплечения политики, собственно, канадским регулярным. Мы видим также, насколько остро сейчас состоят вопросы, которые предполагают переговоры по НАПРО. Протенциалистская оппозиция Трампа ясна. И, ну, если вас интересует, каким образом конфликт США и Китая влияет на то, что происходит в Канаде, все очень просто. Конфликт США и Китая – это явная демонстрация того, что США не будет делать никакого исключения. Поэтому те договоренности, которые будут вновь заключены по североамериканскому торговому соглашению, не будут учитывать интерес к Канаде. Без американского рынка сбыта Канада окажется в совершенно новой реальности, в которой она не готова. И кто-то об этом сейчас не хочет говорить, но, мне кажется, неуклонно все к этому уйдет. Поэтому 1.33, я думаю, что это даже цель. Это даже не цель, это уровень, который будет пройден, потому что при таком фундаменте рост пары может продолжиться чуть ли не до отметки 1.4. Но пока не будем сбегать так вперед, я стараюсь держать вас в курсе по всем изменям, которые происходят на рынке. Поэтому если будут основания для покупок, то таким целью я об этом расскажу. Фонд против доллара, друзья, очень интересную статью я прочитал вчера по поводу того, что происходит с экономическим ростом. Там было очень много разбора по отдельным секторам. В целом все очень плохо. И действительно, этот год будет закрыт на самых плачевных уровнях за последние практически 10 лет. Основная причина – это снижение активности потребителей. Это то, о чем мы с вами говорили. Потому что потребительская активность продолжает снижаться. В этом году рост потребительской активности будет всего лишь примерно 1%. А начиная с 2019 года этот показатель будет на отрицательную территорию. Минус 1,4 в 2019 году ожидается в 2020 – минус 1,7. И все выводы, которые были сделаны в этой статье, гласят следующее. То, что основная причина вот этого падения потребительской активности – высокая инфляция. И отвечая на вопрос, как решить эту проблему, друзья, вы первыми должны знать ответ на него. Чтобы решить проблему с высокой инфляцией, нужно укреплять курс национальной валюты. Как это делать, надеюсь, вы тоже знаете. Если кто-то не знает, отмечу, что нужно изменять процентные ставки. Поэтому мы с вами ждем августовское заседание и ждем, что Банк Англии примет решение, невзирая даже на слабую экономическую конъюнтуру. Потому что сейчас Банк Англии нужно пожертвовать немногим, чтобы получить больше. Или лучше сказать, нужно пожертвовать сейчас многим, чтобы британская экономика не оказалась в еще более плачевной ситуации. Я предлагаю ждать четверг, предлагаю ждать расстановку сил в процессе голосования по ставке. Конечно, сейчас ставка не изменена. Но расстановка сил точно будет. И союзников наших с вами, ну оптимистов по хунту, в расчете на то, что ставка будет получена, будет больше. Поэтому я предлагаю под это дело использовать оттожку Байлилимит с отметки 1.3210. Ну а по другим инструментам в целом все без изменений, друзья. Мы продаем рисковый активы. Особенно мы делаем большую ставку на уязвимые из-за вот этого торгового конфликта между США и Китаем инструменты. Конечно же, это канальцы, о которых мы уже поговорили. Есть еще, собственно, австралийский доллар, есть новозеландский доллар. И там цели я уже неоднократно подчеркивал и акцентировал ваше внимание. Да, этих уровней остается совсем чуть-чуть. И судя по всему, быть замечательным первым поугодию для нас, как и для новогосрочных трейдеров. И судя по всему, мы сделаем очень много целей по большому аспекту финансовых инструментов. Друзья, на этом, собственно, все. Из важных событий сегодня опять освещает драги, не имется ему, но думаю, что содержание текущего поступления будет еще менее интересным, чем прошлое. И в 23.30 вводится 0, кстати, то есть совсем скоро, через час 10. И в 23.30 это статистика американского нефти по запасам. Не то чтобы влажный отчет, но на основании этих данных мы с вами попробуем спрогнозировать какие цели, которые мы сможем увидеть уже по официальным данным. Это то, что нас ждет уже завтра. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.